Уже в первый день соревнований на траншейном стенде среди женщин лучший результат показала Оксана Ставицкая. Из 20 возможных мишеней Оксана поразила 22. В общей сумме упражнений круглый стенд, дубльтрап и компакт-спортинг южанка завоевала бронзу. Ну как бы мы приехали сейчас со сборов. Мы находились в Катаре, потом мы перелетели на Кипр. У нас были сборы, штатный сбор национальной команды. Мы были там 40 лет, сейчас мы приехали сюда показать свои результаты, чему мы там научились, чего научили наши тренера. Ту школу, которую мы получили там, мы хотим показать сейчас здесь. Среди мужчин честь области отстаивал серебряный призер республиканского турнира «Золотой фазан» Иван Снегиревич. В своем первом упражнении на траншейном стенде Иван поразил лишь 20 мишеней. Вырвать призовые места, к сожалению, спортсмену не удалось. Пока настроение хорошее, все стрелки тоже достойные, стреляют, выступают. Ну, думаю, в этот раз, в этом году они покажут наивысший хороший результат. Вот, я тоже, как бы вот тоже первую серию отстрелял только что. Тоже, в принципе, неплохой результат, но немножко завалил вот под конец серии. В первом этапе Кубка Казахстана по стендовой стрельбе приняли участие более 60 лучших стрелков страны. Соревнования такого масштаба стали своего рода отборочными. И этим соревнованием стартует череда мероприятий спортивных, республиканских, внутри казахстанских мероприятий. На них проводится отбор в юношескую сборную и во взрослую сборную в республике Казахстан. По общекомандным результатам соревнований спортсмены Астаны заняли третье место. На втором расположились алматинцы. Пальма первенства досталась южанам. Впереди второй этап Кубка страны, который стартует 26 июня в Алматы. Продолжение следует...